Здравствуйте, мои дорогие зрители! Меня зовут Ирина и вы на моем канале. Совсем недавно я открыла для себя один очень классный препарат. Но с первого же полива я поняла, что мои орхидейки от него просто в восторге. Орхидейки, даже маленькие, после него отлично адаптируются в новой посадке. Орхидеи, которые не цвели после этого препарата, зацветают. Огромный плюс этого препарата то, что он дешевый. И, конечно же, огромный плюс то, что этот препарат натуральный. И совсем недавно я вам показывала именно эти орхидейки. Я их пересаживала на ваших глазах. Здесь есть две малышки размера 1,7, которые я пересаживала. И поливала я это именно этим препаратом. Поливала всего лишь один раз. И вы посмотрите, орхидейки с шейки повыпускали корешочки со всех сторон. Я заметила, что и в горшке, смотрите, корешочки, они начали расти. Орхидейке нравится такая посадка. Хорошо подобранный грунт. И хорошо подобранный препарат для стимуляции орхидейки малышки в новой посадке. Вот такая красота. Вместе с ней я пересаживала еще одну красотку. Этот листочек был у нее совсем маленький. По-моему, даже видно. И вот новая часть уже после пересадки выросла более такая глянцевая, более плотная. И орхидейке также понравилась эта посадочка. Я вижу, что у нее растут корешки. Я очень переживала, что закуклятся. Но нет, все отлично, все замечательно. Орхидейки тронулись в рост в новой посадке. Хотя эти орхидейки достаточно капризные, необычные, сортовые. Вот такие красотки. И также у меня есть и орхидейки, можно сказать, такого собственного производства. Это детки с цветоносов у орхидей. И также я их поливала этим препаратом. И у них просто, смотрите, вот корни пошли. Это, знаете, домашние, наверное, более такие сильные орхидейки. Смотрите, везде-везде корешочки. Вот они, вот они. Везде ползут такие, знаете, как красивые зеленые змейки. Вот такая вот красотища. Кстати, смотрите, они не отсушили бутоны. Они очень легко пережили адаптацию и отделение от материнского растения. Я думаю, что все-таки, да, играет роль препарат, которым я полила для адаптации в новой посадке. Также и вот эта малышка. Смотрите. Смотрите, корешочки. Все-все-все зелененькие. Все-все-все красивенькие. Все попробуждали кончики. И еще я вижу, что она, смотрите, проклюнула цветоносик. Цвести ей, конечно, не дам, но это тоже, знаете, вот такой интересный факт того, что орхидейка, знаете, вот ожила, что ей хочется расти. Еще и даже хочется в таком маленьком возрасте цвести. И препарат при этом, да, он очень щадящий, он натуральный. Предназначен для проростков, для самых маленьких растений. А значит, он очень нежный и щадящий. Мне еще понравился результат на моей красной орхидейке. Вот ее название, сейчас сфокусируется. Очень красивая восковая красная орхидейка. После пересадки я также полила ее этим препаратом. У нее также пошли, смотрите, корни. Просто из шеи везде корни. И сразу же выстрелил цветонос. Вот он уже подрос. Когда я изначально показывала цветонос, только-только проклюнулся. Сейчас он уже вот подрастает. Прелесть. Внутри горшка также все бушует. Все корни пробудились сейчас, чтобы прям фокус поймался. Все-все-все корешочки, смотрите, пробужденные. Все пошли в рост. Это же радость орхомана. И сейчас я с вами поделюсь, как сделать так же. Как вырастить у своей орхидейки жирные красивые корни. Как, например, вот у этой орхидеи, где корни просто жирнючие, во мхе. Это орхидейка Арксрей. Смотрите, какие жирные корни. Это первая орхидея, которую я полила этим препаратом. Потому что я видела, что она сидит без движения. Я не видела у нее корней. Она не цвела. В принципе, да, розеточка. Все у нее было отличное. Но вот у нас как будто замерла. И после того, как я ее полила, я сразу увидела, что пошли расти корни. И пробился цветоносик. Вот такая вот красота. Видите, как он уже длинненький. Скоро зацветет. И мне хочется, чтобы у каждого из вас получилось так же, как у меня, выращивать красивые здоровые орхидеи. Которые не пропадают, а которые наоборот наращивают жирные корни, листочки. И, конечно же, зацветают и радуют нас, орхаманов, своим пышным красивым цветением. Особенно, да, если это те орхидеи, которые по нескольку лет сидят и, как бы, знаете, вот вроде бы с ними все хорошо, но цветоносика нет. И я хочу вам посоветовать полить именно такие орхидейки препаратом Проросток. И ваши орхидейки выпустят тот долгожданный цветонос. Если у вас орхидейки свежепересаженные, вы очень боитесь, хотите им помочь быстро перенести адаптацию к новой посадке, так же поливайте их препаратом Проросток. Корни начнут пробиваться шеи, начнут расти. Вы увидите, наконец-таки, те долгожданные зеленые кончики у орхидеи на корешочках. И вы, наконец-то, увидите те долгожданные кончики зеленые на корешочках, да, что орхидея пробудилась и начала расти. Листочки начинают расти именно от этого препарата. Активизируется иммунитет, улучшается здоровье, самочувствие орхидеи, восстанавливается тургор. И вообще, да, какой здесь идет состав, очень всем всегда интересно. Но здесь идут аминокислоты, вытяжка из водорослей. Поэтому этот препарат натуральный, не нужно бояться, что с орхидейкой что-то, да, там случится. От этого препарата не может быть передозировки. Он просто с помощью аминокислот заряжает орхидейку, помогает ей выбрать правильный путь. Будет ее, так сказать, и орхидея начинает расти или цвести. Меня этот препарат полностью удовлетворил в посадках, да, в свежих посадочках. Орхидеи чувствуют себя прекрасно, сразу же адаптировались и начали расти. Те орхидеи, которые сидели без движения, они выпустили цветоносы. Орхидеи здоровые, крупные, да, в размере 2,5, в свежей пересадке, выпустили цветоносы. Что может быть прекраснее для орхамана. И плюс еще до этого препарата, что это натуральный препарат. Это вытяжки аминокислот из водорослей. Поэтому переборщить как-то, навредить растению с помощью этого препарата просто невозможно. И для того, чтобы этот препарат работал, обязательно нужно выбрать чистую воду, отстойную воду, может быть профильтрованную воду. Но вода должна быть мягкой. И когда я использую этот препарат, да и, наверное, любые препараты, удобрения, добавки в воду, я всегда беру самую чистую воду. Это получается или профильтрованная, еще и отстойная вода, да, несколько дней. Возможно, это талая вода, возможно, это дождевая вода. И только в такую воду, которую я знаю, что она мягкая вода, чистая вода, я добавляю препараты, чтобы получить именно тот эффект, который мне необходим. Потому что если взять воду из-под крана, она очень жесткая, щелочная, и мы добавим туда какой-либо препарат, неважно, в принципе, удобрения или стимуляторы, мы можем получить обратную реакцию и не рост корней, а наоборот, какое-нибудь иссыхание корней. Поэтому обратите на это внимание. Я каждое видео уже на протяжении нескольких лет об этом говорю. Но, как показывает практика, да, у новичков вот именно в этом очень большая проблема. И потом не понимают, почему, да, у кого-то растет, а у кого-то засыхает. Дело чаще всего в воде именно. Другой вопрос, конечно же, при выращивании орхидеи нужно создать им условия. Я тоже об этом часто повторяю, но я знаю, что меня смотрят много зрителей, поэтому, знаете, я быстренько повторюсь, что для орхидеи должен быть 12-часовой световой день, полноценный, можно так сказать, где и солнышко может быть, да, но такое, получается, приглушенное солнышко, да, не прямые солнечные лучи, а именно с притенением. Если солнышко не хватает 12 часов, то это досветка, это должна быть хорошая лампа для орхидей, для цветов. И тогда ваши орхидейки будут очень хорошо расти и очень хорошо будут принимать все добавки. Второе, это должна быть, конечно же, влажность. Орхидеи любят повышенную влажность, потому что это больше такое тропическое растение, да, из тропических лесов. Пусть, конечно, мы выращиваем у себя на подоконниках гибриды, но влажности им никто не отменял. Они могут стерпеть многое, но если создать, да, те самые условия, которые им необходимы, они, конечно же, будут расти лучше. Ну и, конечно же, температура. Температура должна быть от 28 до 18 градусов. Не выше и не ниже. Конечно, орхидеи тоже стерпят и выше температуры, и ниже могут стерпеть, но растут они лучше всего при температуре, да, вот именно вот в этом промежутке. Я думаю, что дома можно создать, да, примерный такой вот баланс. Вот, у меня примерно температура от 23 до 25 днём и ночью примерно где-то 19-20 градусов. И ещё благодаря вот этому перепаду орхидеи зацветают. Для того, чтобы сейчас использовать вот эту вот ампулу, да, проросток, я использую водичку замороженную, потом размороженную и доведённую до тёплой температуры. Температура здесь примерно 28 градусов. Ну, я положила её на батарею, и водичка сейчас, естественно, тёплая. Эта ампулка, здесь получается 1 мл, она разводится всего лишь в пол-литре воды. И лучше даже воды взять меньше, нежели больше. Возьмёте воды чуть-чуть больше, препарат работать не будет. Поэтому должно быть именно пол-литра воды. Можем и даже 400 мл водички. Тёплой, мягкой воды. Повторять буду это, наверное, постоянно. Итак, выливаем всё полностью. Хорошенечко перемешиваем. И поливаем. Здесь у меня вот эти орхидейки, они в стаканчиках. Я дырочки не делала, они как бы в закрытой системе. Здесь я специально насыпала дренажный слой. И я наливаю примерно полсантиметрика водички, чтобы было на донышке. И также действую проливом. Вот так, чтобы попало на мох, чтобы мох впитал и отдал корешочкам наших малышек орхидей. Так, я думаю, хорошо видно. Вот. Видите, сколько на донышке воды? В принципе, чуть-чуть, чуть-чуть. Так, фокус, поймайся. Покажи моим зрителям, что чуть-чуть воды. Можно даже добавить ей еще капельку. Вот так. Отлично. Видите, водички сколько. И так я поступала со всеми малышками, которые у меня посажены в таких стаканчиках. С одной стороны. С другой стороны. Не боюсь попадать на корни, потому что водичка у меня мягенькая. Еще и с очень хорошим препаратом. Если водички я переборщила, то я лишнее могу аккуратненько слить. В этих стаканчиках это вообще никак не затрудняется. Я придерживаю вот так вот орхидейку пальчиками и сливаю, собственно, воду. Довожу до того уровня водички, которая мне необходима, и отставляю. Все эти орхидейки посажены примерно одинаково. Тут у них кора, живой мох, на донышке, пеностекло. Меня больше поражают, конечно, эти две близняшки. Такие вот сямские близняшки. И даже решили все-таки цвести. Ну, пускай. У них, в принципе, все нормально. Корешочки растут. Даже если они зацветут, я думаю, ничего страшного с ними не случится. И также я проливаю все орхидейки, которые необходимы, которые или после пересадки, или такие спящие орхидейки. Кстати, я хочу провести эксперимент. И у меня сейчас беглиб Аба. Он в идеальнейшем состоянии, но он не цветет. И сейчас, после видео, я пойду и именно полью орхидею Аба. И посмотрим, выпустит он цветонос или нет. Для самых внимательных зрителей я сейчас это озвучиваю. И потом расскажу и покажу вам результат. Выпустит он цветонос или нет. Ну и все, мои дорогие зрители. Расставляю сейчас этих малышек по местам. И жду, конечно же, новых красивых корешочков, листиков и, конечно же, цветоносов. И вам желаю того же. Всем пока-пока, мои хорошие.